Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные власти наделяются новыми полномочиями по контролю за мелкими питейными заведениями, которые часто называют рюмочными. Как когда начнется реальная работа в этом направлении в Тверской области и какие проблемы могут быть решены, расскажем прямо сейчас. Рюмочные — это зачастую заведения с сомнительной репутацией, которые работают с графиком 24 на 7 и допоздна продают алкоголь. Нередко даже по ночам они собирают вокруг себя так называемых асоциальных элементов, между которыми часто происходят драки и шумные разборки. На место этих конфликтов зачастую приезжает полиция и скорая помощь. Жители близлежащих домов не только страдают от постоянного шума, но и боятся за себя и своих близких. Большинство горожан недовольны подобными торговыми точками. Рядом с домом — это соблазн народа очень большой. Рядом начинает сабантует, так сказать, и прочие-прочие ситуации, драки и прочее, что все приводит к не очень хорошим ситуациям, так сказать. Я против алкоголя вообще. Даже по праздникам выпивать против. Многие семьи из-за этого распадаются. Против. Поскольку я сотрудник университета, и весь наш университет окружен здесь рюмочное, там рюмочное. Во-первых, алкоголь в доступе 24 часа в сутки. Здесь определенная публика, то есть здесь не интеллигенты собираются. Поэтому их надо сносить, открывать. Центры культурного досуга, я не знаю, какие-то столовые для студентов. На постоянные проблемы с рюмочными не раз обращали внимание сотрудники правоохранительных органов. Тем более, что жалоб от граждан хоть отбавляй. Наталья живет в новом большом спальном районе Твери сравнительно недавно. До этого жила в другой части города. И там, в близлежащих домах, располагались так называемые рюмочные. Соседство с ними — сомнительное удовольствие, говорит женщина, которая вынуждена была сменить место жительства. В Алакаламске проспекты улиц Фадеева пересечения — это одно из мест, где сосредоточение просто вот этих магазинов рюмочных. Поэтому я прекрасно знаю, как жить рядом с такими местами. Шум постоянный, особенно с пятницы по воскресенье вечером. Даже невозможно спать, потому что это крики пьяные, какие-то драки регулярно. Власти регионов с 1 апреля смогут серьезно ограничивать продажу алкогольных напитков в наливайках, а также устанавливать время продажи любого алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах, за исключением ресторанов. Благодаря принятому закону регионы смогут устанавливать новые требования, регламентирующие продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключение касается только ресторанов. Как известно, активно боролся с рюмочными депутат Законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев. Однако на региональном уровне трудно было радикально изменить ситуацию. Чем и пользовались предприниматели, владельцы подобных точек. Но теперь у правоохранителей появились новые инструменты. К нам очень часто обращались жители нашего города, которые просили ограничить время работы этих рюмочных, перенести их куда-то подальше. Мы, в свою очередь, как депутаты, выезжали с инспекцией, обращались в правоохранительные органы. Но те зачастую, что называется, разводили руками, говорили, мы бы и рады их куда-то в другие локации перенесли, закрыть. Но у нас нет на это законодательных механизмов. Сейчас, я надеюсь, эти инструменты появляются. И я очень рассчитываю на то, что, как минимум, эта работа этих рюмочных будет сильно ограничена, будет более регламентирована с тем, чтобы постепенно от этого вообще, в принципе, зла избавляться. Мы понимаем, что это бизнес, но это бизнес на вот таких вот низних пороках людей. Кроме того, в России могут запретить несовершеннолетним посещать точки торговли алкоголем. Такое предложение озвучили в Госдуме. Народные избранники вынесли на обсуждение закрыть доступ в специализированные алкомаркеты и алкогольные секции магазинов для лиц моложе 18 лет. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минпромторга. По мнению инициаторов, мера, возможно, станет эффективным механизмом снижения внимания граждан, в том числе несовершеннолетних, к данной продукции. Однако сейчас алкогольная продукция, представленная на полках магазинов, визуально доступна любому посетителю специализированного алкогольного магазина либо крупного продуктового маркета. Как будет она работать на практике в случае принятия, покажет время. Продолжение следует...